Всем привет! Начинаем наш влог в 9 утра. Проснулась я сегодня в 6, смонтировала два видео, вот одно уже выгружается на канал. Смотрим над Гео Вайлд, завтракаем. Сейчас пойдем вязать. Я сегодня завтракала селедка с черным хлебом, Антоша пиццу, Гриша бутерброды с сыром и с колбаской. Проснулся наш загорелый парень после аквапарка даже подзагорел. А ну покажи лицо. И лицо подзагорел. И спина? Несмотря на то, что до этого мы были на море, и Гриша был черный, а я тебе так кремы не положила, да? Короче, лето продолжается. Жалко лето тоже. Да? Конечно, у всех время года тоже жалко. Да? Когда они заканчиваются, она еще хочется там покупаться, а она уже закончилась, жалко. Угу, ну еще будет. Сто месяцев. Да-да-дам, у меня уже обед. Кушаю лапшу куриную вчера, которую готовила. Ем сама, потому что Гриша уже поел. Антошка еще не хочет. Сижу, мне тоже еще нет. Почти 12. А с черным хлебом буду. Вот нравится мне вот такой вот брать каравай-кубани. Уже резанный в магните. Вкусный, без всяких добавок, типа там кинзы, семян кинзы. В общем, вот такой вот обычный черный хлебчик. Мою посуду. Не стала в посудомойке, знаете, казалось, так мало посуды, но как только смотрю на эту кучку, вполне себе нормально. И на посудомойку бы хватило. Все, все же не покормила, он сразу же поехал. И сейчас вот чинила себе аэрограф. Он забился. Ну вот на столе видно, что я здесь делала. Просто немного за края листика вышла. В общем, забился у меня аэрограф. Я его включила. Мне нужно сделать на торт опера цифру 15. Нежно-розовый. Я их сделала. Решила для более такого объема немного аэрографом розовым оттенить. Это на самом деле вообще там 3 секунды, нежели как бы есть такой эффект аэрографа, когда вы делаете водку розовым и потом немного размазываете. Ну как размазываете, некрасивое слово. Кисточкой растягиваете, да, полусухой. И как раз-таки вот такой объемчик получается. Ну аэрографом намного быстрее я его включаю, а он не дует. У меня прям вообще шок. Я испугалась. Благо, есть у нас дома компрессор, на котором колеса качать. И там поставила я такой пистолет. В общем, разобралась и с компрессором, и с аэрографом раскрутила его. Полностью достала. Там внутри, оказывается, иголка. То есть, которая вот так вот все это раздувает, да, в брызги мелкие. Я думала, уже вообще не прочищу. Потому что там очень маленькое отверстие. Туда даже иголка не пролазит. Ну, то есть, там своя стоит иголка, но обычная туда не пролазит. Ну, в общем, у меня была паника. Я думала, что делать. Уже залила туда водки. Думаю, блин, сейчас там, наверное, если краска засохла, она сейчас растворится. Ничего там не растворялось. И помог мне, получается, когда я раскрутила весь вот этот маленький пистолетик на аэрографе и продула его компрессором, то тогда только все стало на свои места. Поэтому отлично. Все, сейчас все сделала как надо. Мне сейчас все нравится. Мы тут вяжем петрушку с мамой и смотрим. Мама какой-то канал. Называется иммиграция, да? В Канаду 2015. Да, наша иммиграция. Наша иммиграция, да, в Канаду 2015. Вот, в общем, смотрим. Гриша, тут Марсика. Говорит, он так свернулся. Пойди его сфоткать. А вот тут, наверное, прохладненько. Я поливала газончик. И он тут охлаждается. Потому что все-таки днем у нас прям жарко. Хотя с утра холодно. И вечером, да, свежо. Григорий, скоро нам на английский? А сколько времени? Четыре. Еще часик, да? У нас тут такое огромное арбузище. А их пять таких? Обалдеть, они такие огромные. Это астраханские арбузички. Обалдеть, какие они огромные. Класс. С Астрахани газетка пришла. Я забрала из садика. Сейчас подстригаться идем. Пять минут, и Афоня готов. Покажись, какой ты красавчик. Подожди, ну ты далеко. Иди сюда. Афоня, покрутись. Иди покрутись. Так быстро покрутился. Все, и полосочку ему вырезали, да? Все, как ты хотел. Теперь красивый парень едет домой. Папе показываться, да? Что там тетя тебе рассказывала? Надо хорошо сидеть. Да? Что надо хорошо сидеть? И ты хорошо сидел. Ой, там собака гавкает, да? Мама, так я покажу колеса. Колеса? Я не знаю. Папа, наверное. Бабушка говорит, что это за красавчик, да? Постригла его, заехала. Выполняет мое задание. Посмотри на Афоньку. Афоня, иди покажись папе. Причёску? Да, заехала его, подстригла. Ну, чтоб не всех сошли, знаешь. Вот папа тут сидит. Как бедный родственник. А ну, покажись. Да повернись ты просто. О, красавец ты, да? Угу. Мама, не капотали. Я выключила свет, чтобы все же не поменяла розетку. А я выключила свет, в смысле, ну, как это, автомат выключила. Жарю вот эту свою смесь куриную с картошкой. Вот такие у меня тут аладики получаются. Сейчас будут куриные котлетки. Ты что делаешь? А ты что в трусах? Иди одевайся. Хотела сказать по поводу того, что чини-ти жуни. У нас, в общем, бойлер, который летом мы греем теной, а зимой греется от котла. И когда мы включаем тены, там, наверное, очень все мощное, примерно через месяц-то четыре, там, раз в полгода, может быть, приходится менять вилку и приходится менять розетку. Начинают поезжать такие оплавленные штуки на розетке. И, в общем, я боюсь. Мы постоянно меняем, примерно раз в полгода, может быть, раз в месяц-то восемь. Так, мы приехали. Так, а ты зачем телефон-то взял? Пойди его положи в машину. Нет, пойди положи в машину. Футбол опять играли. И в пресс качали? Да. И в футбол? Да. Ну, ты видела. Ну, да. Понравилось? Ты доволен? Какой же счет был? Четыре-пять. Мы проиграли. А в прошлый раз выиграли? Да. А с кем же ты был в одной команде? Да, мы менялись и ели. А, менялись потом? Ну, ты и на воротах стоял, да? Да. Ну, пошли. Уже Гришу я забрала. Пошли. В машине сидит, ждет тебя. Вы там, кстати, спрашивали, как называется команда. По-моему, никак. Как называется команда, Антон? Никак не называется. Обычная мышастовская команда. Да, чуть мячика меня не убила. Иди. Мяки, давай. Антон Сергеевич. А кидай теперь. Эй! Эй!